Продолжение следует... 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 Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе. И сказал Господь своим ученикам, я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит обо вцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся, ртем пи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся, арцем ты. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Продолжение следует... 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 Ну и всех вас также. Слава Богу, еще год прошел у нас под покровительством нашего священно-мученика, святителя Анфима Некомедийского. Дай Бог, чтобы по его молитвам Господь укрепил в нас веру, чтобы у нас вера была такая же, как была у него и у его Пасхы. Мы помним, на второй день Рождества совершается память 22 тысячи некомедии сожженных. Это и было пасху святителя Анфима Некомедийского. И ни одного не было отречения из них. Ни одного. Только спасли дьякона и епископа тайным ходом вывели из храма, только спаслись они. Остальные все остались в храме. И все были сожжены. Чтобы Господь дал нам такую же крепкую веру. Потому что то, сегодня кажущееся нам благодельствие, оно недолго будет. Потому что с этим благодельствием душа расслабляется каждого человека. Так хорошо окажется здесь, такое изобилие всего. Ну просто рай, говорит. Зайдешь в этот магазин, ну как в раю всего полно. Но любое бери, что выбирай. И колбасы много, и фруктов, и овощей, и всего-то. Как в раю, так отзываются некоторые. Понятие о рае, что там всего много в изобилии. Это недолго будет. Потому что при таком изобилии душа костенеет, темнеет, мертвеет. Она живет этим миром только. А этого невозможно. Мы молимся, говорим, горе имеем сердца, возглашаясь в священнослужитель. То есть, должны всегда поднимать туда взор. Всегда. Что там наша отчизна. Я готовил по учению. Ну, скажи другое. Скажу кратко. Что святитель Иоанн Затаустый в беседе на Евангелии от Иоанна говорит так, что язычники, часто, говорят, нас, христиан, называют обманщиками. Они, говорят, обманщики эти христиане. Они только, говорят, на словах говорят, что царство небесное там, там наша отчизна. А здесь живут, как они вечные жители. Строят, говорят, дворцы на века. Собирают себе, говорят, сокровища, невечающее. Казалось бы, здесь, на земле. А нам говорят, что мы здесь временно живем. Да где временно живем, там не будешь ты строить что-то с фундаментом на три метра глубиной. А построил какую-то хижину временно, кто знает, что. Понимаете как? И они, говорят, больше обращаются не от слов наших, а от чудес. Чудеса были в первых веках христианства. Должны были чудеса. Сейчас не нужны чудеса. У нас есть Слово Божие. У нас есть Библия сегодня в доступном для каждого для нас. Библию можно купить и с крупным шрифтом, и с мелким. В деревянной, в кожаной обложке, и просто в мяком, и маленькую, и большую можешь купить. Ну, какую угодно, с картинками и без картинок. Все это есть сегодня. И с нас будет спрос. Более, чем с тех. Те еще ничего не имеют. Мы имеем теперь примеры жизни христианской. Как жил святитель Анфим Никомедийский. Как его паства жила. Они-то ничего этого. Они были первопроходцы в этом. Нам-то легче спасаться сегодня. Мы имеем их нашими помощниками. Молитвенниками нашими пред Господом. Поэтому, братья, будем не охладевать. Не нужно расслабляться. Это время скоро кончится. Господь почему посылает испытания, искушения? Мы же молимся, не веди нас в искушение. То есть, Господь посылает эти искушения такие, когда мы охладеваем. Чтобы нас, как бы говорится, встряхнуть. И эта встряска будет. Когда была эта встряска, то люди более обращались к Богу. А сегодня, ну, зачем Бог? Все хорошо у нас. Ну, приду в церковь, поставлю свечку. Закажу молебен какой-то там, обеднив. И на этом кончается. Я знаю, и служил. Заказывают, бывает, 20 акафистов. Начинаешь молиться, никого нет. Я и псаломщик стоим. И эти 20 акафистов заказаны. Вот, а где те, которые заказали? А зачем? Они заплатили? Пошли на базар или куда-то. Не должно быть так. Помните, что окружающие на нас люди не только слышат нас, но они внимательно следят за нашей жизнью. И мне уже не однажды приходилось со стыдом выслушивать такое. Это так-то вероят, как у вас вот такой-то вероят. Я не хочу, говорит, такой вероят. Лучше я буду, говорит, неверующим. Я честнее, говорит, поступаю, чем у вас такой-то верующий. А мне что? Я только наклоню голову и вздыхаю. Господи, спаси его, вразуми его. Понимаете? Каждый исследуйте себя. Обличайте. Не надо ждать, что кто-то тебя сам себя обличает. Не надо ждать эпитемию от священника. Сам на себя накладывай эпитемию, если согрешил. Тогда будет. Тогда мы как-то немножко и будем более, скажите, походить на христиан. Вот так вот. Никогда не забывайте в молитвах, чтобы обращаться к священному ученику Анфиму Некомедийскому. Верьте, что он укрепил свою пасху так, что, представьте, не было ни одного из, многотысячной его пасхы, ни одного не было отречения в то время. Было такое, что когда, говорит, сказали, что будет там мучение, и один из тайных христиан, он был среди гвардии. И смотрит, когда они едут уже к храму этой гвардии, гвардейцы-то, чтобы окружить храм. Женщина несет на руках ребенка и двое с ней еще. Он ее потихоньку вернись, говорит, там все сегодня будут погублены. Приказ такой, вернись, ты спасешься. Она говорит, я хочу быть на небе, и чтобы дети были со мною. И дальше продолжала. Лучше бы, говорит, не говорить, некоторые не слышали, не знали об этом. А когда услышали, то скорее торопились в храм, чтобы нам войти на небо. Какая была вера сегодня? Ну, читаешь это, смотрит, даже как-то, ну как это такое могло быть так? Но, верьте, что по молитвам священно-мученика от фильма Некомедийского, Господь может и в нас сотворить такую веру. Храни всех вас Господь. Вас от сердца еще раз благодарю. Всех сейчас, сейчас еще чте, скажет нам на сегодняшнее евангельское чтение поучение. А после всех приглашаем на праздничную трапезу. Дорогой батюшка, отец Иоаким, мы хотели от лица митрополии Барнавольско-Алтайской, лично нас благословлял владыка митрополит Сергий, с отцом Деонисием, приехать, засидеть свое почтение, показать то единство, которое оказывается через наше богослужение, через нашу молитву совместную, о том, что ваше паство, это есть часть нашей, как говорится, духовной составляющей нашего братства. Я, как священник, воинский священник, священник зато сибирского, окравляющую дивизию, воинскую дивизию стратегического назначения, ракетчиков, конечно же, передаю от всей души тот дух, который, конечно же, через вашего святого день памяти, который мы сегодня празднуем, дает ум, крепость веры и для нас убеждение в том, что Господь никого не оставляет. Мы хотели передать от себя слова искренней благодарности за то, что вы с нами, тем более, что, дорогие прихожане, Ваш солдат Илья Устинов служит у меня в храме. Илья Устинов? Илюшка Устинов, по-намарему батюшке. И я наслышан о вашем храме, о ваших традициях, и поэтому с благоговением отношусь к батюшке, с благоговением слышим тем, как говорится, успехи духовные, в первую очередь, которые присущи вашей пастве, и помощи Божьей, и благословения передаю от Владыки Митрополита, от нас лично. С праздником и Божьего благословения. Владыке я передавал приглашение, и накануне я еще позвонил, но он так извинился, говорит, понимаешь, внезапно, говорит, срочно нужно освещать храм в Чарыжском. Поэтому, говорит, отец таким, я, значит, еду туда, но вас не оставим. Будет, говорит, от меня, говорит, делегация, представители от гепархии будут, и вы не думайте, что ты, говорит, мое отношение к вам, говорит, никак не изменилось, говорит, вот. Не подумайте, что я что-то там вроде бы, как бы, не хотел поехать, хотел, но приглашал я еще владыку Романа Рубцовского, епископа, но он тоже позвонил, поблагодарил, пожелал сам нам всех благ от Господа, но он едем, говорит, мы с митрополитом освещать нов построенный храм в Чарыжском. Так что вот имейте в виду, и Владыка передавал свое благословение на всех нас с вами. Ну, вы знаете, отец Деонисий, он уже у нас не раз бывал, он служит в храме Антония Печерского, это на Ленинском проспекте находится, северо-западной там, вот так вот. Так, давай, говори. Это у нас престольный праздник, приехали гости по благословению митрополита Сергия, 16 сентября, по новому стилю, помолились, вот вышли и решили на память сфотографироваться. Дети малые здесь с нами, животные, и благодарим Бога, гости откуда приехали. Это Господь так сделал. От лица Барнаульской партии сердечно приветствуем паству вашего храма. Так почему вы не автобусом, как обещали? Мы тут все подготовили к этому. Вы говорили, автобус, людей будет. Скорее, фотографируйте, еще одна пришла. Прихожанка. Ну, что-то случилось-то. Что-то случилось. Я думаю, вам в откровении это будет явлено, Игнатий Тихонович. Я пока не готов ответить, почему вот так случилось. Ну, дело в том, что уходит время, и завтра, может быть, вообще уже ничего у нас никого не будет. Ну, мы же надеемся, живем надеждой, что что-то еще будет. Хотя бы годик Господь даст еще пожить, и на следующий год прибыть вам, может быть, более многочисленным составом. Да, у нас двери открыты, есть куда, зайдите. Да, мы же это знаем. Знаете, да, но тем более видели все. Да, мы уже заходили. 12 человек мы еще сразу примем. А в другом доме точно так же. Колька, ласковая такая. Ласковая, Колька. Да. Не знаю, подпрыгивайте, чтобы ее погладить. Так, у нас, смотрите, у нас уже организация... Продолжение следует...